привет всем сегодня как вы можете заметить мы на съемочной площадке практически мы находимся в магазине глобус в котором сегодня снимаем рекламу для одного продукта я здесь буду записывать звук сегодня такой мини у нас комплект это петля радиосистема у меня сенхайзер и санкен естественно петличный микрофон а также в качестве бум микрофона использую сенхайзер 416 и все это выводится через радиосистему сенхайзер еще одну на камеру приходит уже механиком туда на плейбэк они могут сразу монтировать и слышать то что записывается они могут короче быстро сделать монтаж прямо на площадке это очень удобный способ вот я уже так работал и кайфово получается очень быстро понимаешь какие дубли хорош какие нет пишу я на зумы 6 очень классная функция 32 бита который меня никогда не подводила это возможность не выставлять гейм просто подсказать микрофоны и работать без лишней головной боли да если вы работаете без ассистента без бумщика то это вообще идеальный вариант потому что вам не нужно думать о том как вы ставите уровень правильно рекорды за вас это делает сам рекордер надеюсь что все пройдет быстро и гладко вот мы уедем домой как можно быстрее запишем звук как можно качественно и вот при помощи магии монтажа мы переместились к нам домой на веранду я немножко расскажу о том что происходило на съемочной площадке у нас была локация супермаркет и в при нашей записи его не перекрывали все он продолжал работать вот там правы были работали только кассы самообслуживания но все равно они пикали и кто-то ходил возили тележки и все такое поэтому когда я прослушивал уже записанные звуки я услышал что на бум естественно больше записалось окружающих шумов но при правильном расположении бума если вы достаточно низко и достаточно близко вы будете располагать к говорящему у вас может получиться очень даже хороший результат если несмотря на то что вокруг будет находиться много источников шума пакетик нужно как я потом послушал в записи сенхайзер 416 был микрофон и санкен касс 11d петличный звучат очень похоже и прям практически нет отличий по частотной характеристике именно потому что микрофон был расположен правильно и в правильном месте я его расположил в как раз таки на грудной клетке прикрепил непосредственно кожи и они очень даже неплохо находились там и себя чувствовали а почему я в качестве бум микрофона выбрал именно сенхайзер 416 а не какой-нибудь кардиоидный типа мк-50 а все потому что локация в которой мы снимали она предполагала быть зашумленным и кардиоидный микрофон он записывал бы гораздо больше окружающих звуков ненужных нам которые впоследствии пришлось бы все вычищать вырезать вот а гипер кардиоидные микрофоны такие как микрофона пушки 416 и другие они как раз таких очень хорошо выделяют именно ваш источник звука среди общего потока звучащего и вычленяет его как бы из пространства дают вам разборчивый четкий звук при записи с равноправленными микрофонами гипер кардиоидными супер кардиоидными нужно быть очень аккуратно потому что как только у вас рядом появляется какая-то отражающая поверхность есть шанс нарваться на гребенчатый фильм это такая штука когда у вас отражение вашего сигнала попадают в противофазу составы с основным сигналом и у вас вычитается часть часть сигнал что такого не происходило смотрите внимательно куда вы направляете свой микрофон в данном случае у нас была отражающая поверхность этот стол кассирши и здесь важно было не направлять микрофон непосредственно в рот актрисе или или чуть ниже а направлять его чуть выше где-то на уровень носа или лба потому что тогда вы можете практически полностью избавиться от всех отражений которые будут приходить со стороны стола и запишите гораздо более чистый звук да может быть он будет настолько четкий при этом вы избавите себя от нежелательных вычитаний в спектре и запишите максимально хороший звук который только возможно камера идет мотор идет как же долго его искал тот самый вкус детства ну что ж съемка подошла к концу на часах 4 35 надо смотреть на вещи с позитивом зато мы уезжаем в рассвет они в темную ночь всем спасибо что смотрели до новых встреч пока и и оставайтесь я уже не понимаю что я говорю мне просто надо поспать спокойной ночи